Первое выступление... Это площадь Секретарь, я считаю... Алматы, я считаю... Он объехал почти весь земной шар под флагом Республики Казахстан, преодолевал трудности, боролся со стихией, проезжал сотни километров без отдыха, и всё это на своём железном коне. Его знает каждый мотоциклист нашей страны, и не только. Чтобы узнать, чего стоит кругосветка на двух колёсах, программа «Прайд» отправляется на встречу с Дмитрием Петрухиным. Здравствуйте! Это программа «Прайд» или «Наши». Меня зовут Алифтина Мадьярова. Сегодня, как обычно, я представляю вам казахстанца, чьи успехи, достижения, харизма, таланты дают нам повод для гордости. Знакомьтесь, Дмитрий Петрухин, президент и основатель Ассоциации байкеров Казахстана. Здравствуйте! Справка. Петрухин Дмитрий Иванович. Советский и казахстанский байкер-путешественник, общественный деятель. Родился 25 июля 1956 года. Окончил Казахскую академию спорта и туризма, президент Ассоциации байкеров Казахстана. Депутат Маслихата города Алматы. Лауреат премии Алтын Адам в номинации «Человек года» – «Патриот страны». Награжден орденом «Достык» в 2006 году, полярной звездой в 2012, орденом «Курмет» в 2014. Личность, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, известна далеко за пределами Казахстана. Этот запоминающийся образ – мотоциклист в ковбойской шляпе с развивающимся небесно-голубым флагом – для многих стал настоящим символом патриотизма. Ведь сколько бы десятков стран он ни объехал, везде рассказывал о своей родной. Сегодня с настоящей байкерской жизнью нас познакомит Дмитрий Иванович Петрухин. Ну, давайте, знаете, раз мы стоим возле этой машины, давайте с нее начнем. С детства я всегда, насколько я помню себя, брат всегда имел мотоцикл старший. Пока он спит, я на этом мотоцикле беру, там гоняю, где-то упал, все в крови, там плачу, тащу его назад. Ну, в общем, я любил путешествовать, я очень убегал из дома, я мог не ночевать дома, я мог уйти в лес, поставить там палатку, ну, не палатку, шалаш сделать, палатку. И шалаш сделать, и как бы там ночевать, и потом ночь, что страшно же там, кто-то там ходит где-то, кто-то там бродит, и я плачу, боюсь, бегу домой. Представляете все это? Нет, не представляю. Это было, да, это было очень, значит, очень было страшно. Однако юношеские фантазии и реальное начало путешествия разделяют десятки лет. Работа, семейная жизнь, дети. Лишь когда желания совпали с возможностями, мечте суждено было осуществиться. Когда я уже понял, что я уже смогу поехать в путешествие, и именно на мотоцикле это был 2004 год. Вот, к нам в страну, в тот год, 9 мая, приехала звезда Голливуда. Вы же помните Эван МакГрегор? Да. Значит, с Чарли Борованом, со своим другом, тот тоже актер. Вот, еще один, два, четыре мотоцикла приехали, и там три джипа. Прибытие зарубежных путешественников, байкеров, разработавших необычный маршрут, еще больше вдохновило Петрухина. Мы их встретили на Курдайском перевале. Это было нечто. Основной командой было 15 мотоциклов. Один краше другого, представляете? В Америке таких тоже трудно найти таких мотоциклов. И они приехали, там, взяли интервью, там, на Курдайском перевале, потом приехали сюда, их устроил в гостиницу. Все шикарно, все. И потом проводили. Почему я говорю про МакГрегора? Все равно мне какой-то толчок дал, потому что я уже перед тем, как пойти в кругосветку, я смотался в Киргизию на мотоцикле, туда и обратно. И вот, когда они уехали, 9 мая уже, 2004 года, я тогда, значит, подготовился и через два месяца я стартанул. И до сих пор не могу остановиться. И тому свидетель вот этот тяжеловесный мотоцикл, каждый сантиметр которого повествует нам о тысячах пройденных километров и людях, встреченных в этом непростом пути. Вот я уже с орденами. Вот Индия, Афганистан, Украина. Аргентина, Россия, США. Вот тут, конечно, Вьетнам, Голливуд, Монголия, Парагвай, Камбоджа. Вот в Голливуде, да, видите. Вот он, Макгрегор, видите? Да, да, да. Вот он, Чарли Барман. Никарагуа, Тибет. Боже мой, все прошло этот мотоцикл. Да. По горам и по долам, что называется. Ну, конечно, этому мотоциклу трудно ездить по горам, по каким-то, по бездорожью. Все-таки ему нужна дорога хорошая, потому что он такой... Ну, сколько лет уже вашему боевому коню? Ну, 2001 года рождения. Немногие знают, что этот аппарат имеет настоящего брата-близнеца. Если путешественник Петрухин не останавливался ни перед какими трудностями, то техника, увы, может и подвести. Есть вот таких, вот эти мотоциклы, их есть два штуки. Значит, когда я первую половину сделал своей кругосветки, все, он уже чуть уставший, состарелся, было принято решение отдать его в музей Елбасы. Музей первого президента. И там он сейчас и остался? Да, его туда я подарил, но когда... Мне же надо же продолжать, было правильно, там, кругосветку. Я приобрел точно такой же мотоцикл, точно такого же года выпуска. Также его расклеил и, значит, поехал на нем дальше, чтобы все видели больше. Поэтому, как бы... То есть это два брата-близнеца? Два брата-близнеца, но они, значит, как бы один, но напополам разделенные. Тот мотоцикл прошел одну половину, этот прошел вторую половину. И, в общем, получилось 170 стран и 400 тысяч километров. Ну, вы знаете, что до Луны 386 тысяч километров? То есть... По километрам, да. Это тебе, я приехал на Луну, значит, ты прокатился еще там пару тысяч километров. Я же байкер, мне всегда хотелось, потому что... Не потому что я должен сесть и ехать в шляпе на мотоцикле, а просто вот имидж любого байкера, там, бандан надевают, там, кто-то шляпу надевает. Вот я захотел шляпу. И мне в 2000 году я заказал именно такую шляпу, которую на селе семья Юингов. То есть из Техаса приехала? Да, они привезли меня из Америки. Поможай какую-то из старых, к примеру. Давай. Останем вместе. Вот это тоже мне подарили. Это точно прям Даллас. Именно с тех самых пор шляпы стали неотъемлемой частью образа известного путешественника. Сейчас в его коллекции десятки экземпляров, и каждый дорог по-своему. Я еду на мотоциле, ветер ее сдувает. Сзади машина переезжает ее, представляете? У меня слезы на глазах. Я потом начал делать веревочки. Я привязал вот так, вот так, все, еду нормально, все равно она... И я... А у меня был мотоцикл «Хонда Вородера». Ну, BMW еще не было. А лобовое стекло маленькое. И поэтому у меня шляпа всегда скилла. И я себе купил мотоцикл под шляпу. Если куда-то я еду, я, конечно, шлем одеваю, да? Ну, а в городе, наверное, сказали, не трогайте Петрухина. В этой шляпе, значит, с флагом Казахстана, с гербом Казахстана на шляпе, да? Он проехал весь земной шар. Что называется, не повторяйте в домашних условиях. Стоит отметить, что, несмотря на всю свою любовь к мотоциклам и байкерской культуре, Дмитрий Петрухин совершал дальние путешествия и другими, не менее опасными способами. Например, в 2008-м он организовал кругосветную морскую экспедицию на яхте под названием «Чокан Валиханов». А вот мы все про мотоциклы, да про мотоциклы. А про парусную-то регату, про яхт, вашу деятельность, ни слова. Вот на это только полюбоваться. Как вы смотритесь? Шляпа техасская – это одно, а белая капитанская форма. Это же фантастика, вы полюбуйтесь. Я возглавил этот проект, вот этот байкер Петрухин, вот эта команда. Мы прошли Тихий океан, Индийский океан, а до меня они прошли Атлантику. Вот маршрут этой яхты. То есть где вы стартовали? Вот из Актау. Вы стартовали из Актау. Дмитрий Иванович Петрухин за 15 лет проехал 170 стран, 400 тысяч километров. Продвижение имиджа Республики Казахстан и инициированных первым руководством страны крупных международных проектов провел более 250 пиар-акций, пресс-конференций для первых лиц государств, элитарных представителей науки, культуры, бизнеса с участием центральных СМИ в каждом городе, который посещен делегацией, и повторяемыми трансляциями в течение месяца в связи с основательной шумихой вокруг приезда единственного байкера-кругосветника с такими достижениями. Каково? Главные два ордена. Это Курмет? Да, Курмет – это орден почета. Мне его вручил Рустан Абишевич. Это орден Достык, это уже высокий орден такой, дружба. И тоже мне вручал Рустан Абишевич в Акарде. Я помню все награждающиеся, да, очень волнуются там все. И даже когда я шел в Акарду, прошел все эти процедуры, пришел туда в зал, и, знаете, у меня как рукой сняло. Я забыл, что надо волноваться. Ну, я такой загордился, думаю, президент, значит, и... И после того, как он мне вручил орден, спросил, дальше план идти. Ну, что она бешеная? Я говорю, у меня еще в пути еще много зеленых и белых пятен, да, где, как говорится, мы должны побывать там. И флаг свой показать, и герб, и гимн. Знаете, я гимн тоже включаю, когда на каких-то там встречах я гимн включаю. Флаг вот, и флаг Шакен Язбеков, автор флага, он благословил меня в дорогу. Вот даже он, видите, маленький флаг, он даже подписал мне его. Возможно, смелости путешественнику в тот момент придавал огромный опыт общения с официальными представителями и главами разных государств. Но перед этим я встречался с Устаном Абишевичем в Малайзии. А он как раз прибыл в 2006 году в Малайзию и встречался с президентом Малайзии. Ну, там у них не президент, а премьер-министр. Вот он с ним встречался, и Устан Абишевич представлял книгу «Критическое десятилетие». Он написал книгу. И прибыл тогда министр иностранных дел Такаев Кашимар Кемелевич. Напротив сели, и мы сидим. Я сижу вот посередине. Слева, значит, Такаев Кашимар Кемелевич. А справа Треуберди Мухтар. Ну, посол. На меня президент смотрит так. Что это за человек такой бородатый такой все. Как это часто бывает, знакомство с высокопоставленными личностями налагает определенную ответственность, но вместе с тем и открывает новые двери. Аким Билтас Магомбетов, им. Нургалевич, тоже спрашивает дальнейшие планы. В тот год меня уже избрали депутатом, и я вот с тех пор бессменный депутат, ну, в Алматинском ассекате. И вот тогда он спрашивает, какие планы. Я говорю, я поеду в Азию, там, в Ближний Восток, мне надо там все это делать. Он говорит, нет, просто так не поедешь. Потому что у нас как раз будет Азиада, а Азия и Ближний Восток – это как раз участники вот этих азиатских игр. И тут появился министр Досмухабетов. Дима, вот тебе флаг Олимпийской Цветы Азии. Все 40 стран должны подписать этот флаг, подтвердить свое участие. И максимально должны приехать спортсмены из этих стран. Вот я забегу вперед. То есть на вас большая миссия такая была возложена? Да, да. Мы до сих пор с ним общаемся, дружим. Он на пенсии, там все такое. Таким образом, Дмитрий Иванович стал своеобразным послом, способствующим популярности нашей страны за ее пределами, несущий, так сказать, флаг Казахстана в мир. И мне, я очень горжусь этим, потому что все-таки, да, Азиат в 2011 году подразумевала зимние виды спорта, правильно? Там лыжи, коньки, хоккей, там все такое все. А у нас же Азия и Ближний Восток – это же экваториальные страны практически. Очень много, да? Ну, кроме Японии, там, Китая, Кореи. 26 стран из 44 приняли участие в этих соревнованиях. Представляете, раньше было 9, 8, 11 было один раз, понимаете? А я же 26 стран. Интересный случай произошел во время визита Петрухина в Кувейт. Представители главы государства несколько раз откладывали запланированную встречу. Однако результат превзошел все ожидания. Я на мотоцикл, значит, водрузил флаг Казахстана и флаг Кувейта. А флаг Олимпийской святой Азии, да, я, значит, сложил и в багажнике у меня. И там стадион. Я даже не знал, о чем речь вообще. Я визита на стадион, там 20 с лишним тысяч. А как раз в этот день начались первые Олимпийские игры на Аравийском полуострове среди женщин. Историческое событие. И я туда выехал на центр, я смотрю там. Шейх сидит в ложе, выходит с ложи прямо ко мне, к мотоциклу. Я, ну, поздоровец, я, значит, флаг вот этого Олимпийского света Азии, ну, развернул, и он подписал. Подписал, мне вручил, и обнялись, и поцеловались. Ну, там принято так. Ой, что? Это 40 с лишним видеокамер Азии и Ближнего Востока, это же событие. Вот он, Ахмат Аль-Сабах. А это уже Дюс Мухаммедов подписал. А сам вверху кто подписал, посмотри. И то же самое было с универсиадой 2017 года. Я же тоже поехал, как глашатай. А когда вот экспо было 2017 года, я тоже ездил по заданию Есимова Ахмиржана Смогулыча, да? Я ездил тоже по этим странам и тоже, как бы, приглашал к нам в Казахстан. И я, мне мало кто отказывал из руководства. Они же, вот что такое экспо, да? Экспо – это все-таки Министерство энергетики, да, там, все такое. И вот я встречался на уровне, я даже вот в Лавос-Витам-Камбодже даже с тремя министрами сразу встречался. Помимо официальных переговоров и встреч с прессой, причастность к таким масштабным событиям приносит и очень приятные бонусы. Например, передача Олимпийского огня. Ритуал, участие в котором является особой честью. Вообще на Олимпийских играх, да, на мотоциклах, я еще даже не знаю, кто вез. Я знаю, что и в космосе был, и под водой. Везде был Олимпийский огонь. Но чтобы на мотоциклах, аж четырежды. Который по хронологии первый? Первый, вот он. Это Петлинская Олимпиада. Вот я как раз везу Олимпийский огонь. Вторая – это Азиада, вот 2011 года, вот уже на мотоцикле. Потом Универсиада 2017 года. А это уже в России, меня уже сам руководитель, президент ФИСУ студенческого спорта Олег Матыцин. А сейчас он стал министром уже спорта. Который вы передавали, вы брали из рук Кулебаевой, передавали Розы Рымбаевой. Слушайте, это 2008 год. Я недалеко работала от улицы, которая теперь Назарбаева. И мы высыпали же все смотреть, как там происходит вот этот этап. Это столько эмоций было, столько вообще подъема душевного. А стартовал же, факел же стартовал же с Медеева. Тогда он стал обещать прямо на стадионе на Медеева. Тогда он первый получил факел и передал там нашим спортсменам. Заслуги нашего героя очевидные. А кабинет Дмитрия Ивановича напоминает скорее музей славы. Столько удивительных артефактов и наград здесь хранится. Это вот, видите, пароходчик, шахтер. Это мне подарили. Потому что я вам говорю, что я кроме шахты-то у меня такой государственной работы и не было. В советские времена, после армии, куда идти? Только в шахту, да? Караганда. Судьба сразу, да? Да, но мы еще даже не в Караганде жили, а в Саране, в Карагандинской области. А там шахты все угольные. А мы куда, пацаны, должны пойти? В шахту. Там все и пошли. И, во-первых, зарабатывали деньги неплохо, что и как бы женился. К слову, проработал Дмитрий Иванович на шахте более 10 лет. Так у меня родители, да? Они же шахтострои были. Они строили шахты. Донбасс, Кузбасс, Кемерово, Красноярский край, Донецк. И у нас мы все родились в разных местах. Ну, дети. И один родился, значит, в России, вторая родилась в Караганде. А я как раз отправили их туда, в Красноярский край, где под камень на Тунгусской. Помните, где упал Тунгусский? Вот. Отправили туда родить. А мама была беременна, и я там родился. Вот откуда вот эта вот сила-то космическая. Я теперь, через несколько лет, я уже сам думаю, ах ты, Петрухин, да? Именно тогда, после переезда, и начался другой, более увлекательный и захватывающий период жизни будущего путешественника Петрухина. 91-й год, когда Казахстан стал независимым государством, мы тогда почувствовали, что мы самостоятельные ребята. Трудно было, конечно, что-то сразу там ломать, потому что несколько лет этих 90-х, да, а нас гоняли там гаишники, что мы куда-то едем не туда, что мы типа хулиганы. Интересно, что в ту непростую пору, вплоть до 2000-го года, во многих частях Алматы стояли знаки, запрещающие движение мотоциклов. А значит, байкеры действительно нередко нарушали правила. Само такое по-мощному байкерское движение начало развиваться у нас уже в конце 90-х. 98-й год. У нас 20 человек, ребят мотоциклистов. А мы начали привлекать к нам в команду, мы ассоциацию создали мотоциклистов Казахстана, КЗ Байк. Было просто здорово. А мы даже там какие-то взносы платили. У нас какая-то дисциплина была. Со временем организация объединила около 60 разрозненных мотоклубов. Колонны байкеров стали задействовать в городских и республиканских мероприятиях. День единства народов. 9 мая. Красиво было, когда ребята молодые на красивых мотоциклах флаги возвели. Там Алматы, Казахстан. Очень красиво. И по городу едем. Народ просто с ума сходил в хорошем смысле слова. И поэтому я горжусь тем, что у нас это получилось. И чтобы увидеть еще неотъемлемую часть жизни героя нашей программы, мы с вами посетим настоящий байкерский фестиваль. Идея нашего образства, образства стали мы называемся. Мы лично проводим этот фестиваль. Сегодня конкретно у нас на фестивале тематика рыцарская. Да, и когда вы пройдете по территории, вы увидите даже на фотозоне, где вымпелы. Специально для нас сделала кастомная команда, это называется ретро-гараж. Они специально для нас подготовили мотоцикл в стиле рыцарей. То есть в той эпохе, как будто бы из лад весь построен. То есть посмотреть будет очень интересно. За всю жизнь Дмитрий Иванович посетил десятки, а то и сотни байкерских слетов, фестивалей и встреч по всему миру. Порой происходили эти слеты буквально на краю света. В Аргентине, например. Я там, кстати, был на фестивале, собрался 10 тысяч мотоциклов. С ума сойти. С ума, да. И я приехал, там журналисты на португальском языке, на испанском, там со мной разговаривают. По поводу, откуда я приехал. Значит, они голову долго чесали, там, в Казахстан. Я уже на карте-то показал им, откуда я приехал. И вот когда уже в открытии фестиваля, меня на сцену тачили, я взрослый. Бонус, дес, амиго! Поприветствовал, там, значит, с флагом, с нашим казахстанским. А ну, и все поняли, что это какой-то иностранец приехал, откуда это. Но я задружился сильно со всеми. Все мы знаем, что любое яркое событие в жизни байкеров сопровождается ревом моторов, колоннами сверкающих на солнце мотоциклов. Участники движения говорят, что транспорт этот вновь становится все более популярным. И, конечно, большинство привлекает именно романтика дальних дорог. Есть же план посетить все страны мира. Почему бы и нет? Можно за один год это сделать, а можно за 10 лет это сделать. Но побывать на мотоцикле везде. То есть здесь и романтика, и план, они, возможности появились, да, и желание, все совпало. И просто, ну, я считаю, что человек молодец. У тебя мечта какая связанная с байком твоим? Кругосветка. Кругосветка? Однозначно. Ю-ху! Когда вы даже выезжаешь на трассу куда-нибудь, в дальняк, в другой город, в другую страну, ну, это просто кайф. Однако не стоит забывать, что путешествия – это не только романтика и ветер в волосах. Особенно, когда путешествия эти длительные. Я даже в тюрьме сидел в Африке, представляете? Я был в урагане Катрина, помните, в 2005 году? Я после урагана Катрина, я был в ураган Сенди в 2012 году. А после урагана Катрина, второй ураган Рита, еще следующий был там, я тоже на нем был. Меня змея кусала. На самом деле в дороге, да еще и в незнакомой стране может случиться все, что угодно. Однажды в Лаосе байкер участвовал в тушении пожара в большой деревне. А что за история с тюрьмой в Африке? Что это было? В 2005 году, когда я уже пошел на Африку через Европу, через Марокко, значит, пошел по Северной Африке, через Алжир и уже прибыл в Тунис. 25 февраля убили премьер-министра Ливана. Меня задержали только по одному подозрению, что у меня паспорт Казахстан. Я говорю, ну ладно, посижу, у них тут пару дней там разберутся. А он мне тыкает в грудь, говорит, ты Кабул, Афганистан. Представляете? И целый месяц они мне тыкали в грудь. На счастье путешественника там же содержались нарушители закона из других братских стран. И одна из дипломатических делегаций помогла организовать его депортацию на родной материк. Мой мотоцикл вместе стоял, представляете, он был, мохом весь покрылся, потому что дожди были там. Потом погрузили его, закатили мою мотоцикл на корабль. Значит, я вместе с наемниками, убийцами, террористами, вместе с ними, значит, меня туда затащили в трюм. Два дня надо было плыть. А капитан, капитан, он понял, что я путешественник, он понял. Он меня вытащил из этого трюма, отдал свою каюту. И я там две ночи там и помылся, и расслабился, все такое. Он видел даже, что в паспорте у меня есть виза шенгеновская. И таких захватывающих историй у Дмитрия Петрухина ну просто не счесть и не мудрено. 15 лет в дороге, вокруг света. Но несмотря на возможную опасность всех этих приключений, байкер-путешественник все так же в седле. И продолжает строить планы, как избавить свою карту путешествий от белых пятен. И не был на Южном полюсе. Ну так все еще впереди? Ну да, поеду, что я на мотоцикле не попаду, это глупо, да? Но я туда прилечу на самолете, возьму там на прокат снегоход, сяду на снегоход, прокачусь возле Северного полюса через это место, пожму лапу там белой медведицы, уже готовой, то же самое сделаю на Южном полюсе, но пожму лапу пингвину. Пингвину. Ай, молодец. Вот. И я мечтаю об этом. Я хочу это. И исторически, да, и вообще согласно моей биографии, моим данным, моей жизни, я думаю, просто обязан быть на Южном и Северном полюсе. В одиночку на своем железном коне он не раз покорял пустыни, снега, объездил пять из шести материков планеты. Такому упорству остается только позавидовать. То есть при любых обстоятельствах вы остаетесь верны своему образу, своему выбранному пути, вы всегда остаетесь собой? Ну, я, конечно, авантюрист, я, ну, в хорошем смысле слова, потому что чувствуя, что из этого что-то можно взять побольше, да, я иду на пролом, а не так, что, ой, нельзя, ну, ладно, извините, я пойду дальше. Нет, я иду. Сколько дорог еще впереди у знаменитого байкера, остается лишь догадываться. Однако то, какое количество километров он уже преодолел, какие трудности выдержал и насколько впечатляющие планы строит сейчас, поистине вдохновляет. Конечно, проехаться в колонне рядом с Петрухиным мне не доводилось. И доведется ли, кто знает, но, согласитесь, даже постоять рядом с легендой это дорогого стоит. До скорых встреч, Прайд и Алифтина Мадьярова. Пока. Субтитры подогнал «Симон»